Медиаэксперт, директор департамента по делам средств массовой информации в связи с общественностью Херсонской городской военной администрации Денис Путинцев присоединяется к нашему эфиру. Денис, приветствую. Добрый вечер, студия. Рад вас видеть. Нас что-то с вами объединяет. Пусть эта невидимая нить поможет нам сегодня в нашем общении. Замечательно сказано. Денис, рад встрече. Скажем так, видимая нить поможет в нашем общении. Я рад встрече. К сожалению, в очередной раз не самая радостная новость. Причем тут уже на таком наличном уровне. Джаред Лету, 30 секунд до Марса. Актер неплохой, исполнитель замечательный, музыкант. И тут вдруг поддержка российской публики, российская энергия и скорее бы вся эта проблема закончилась. Ну, чтобы он тут же отправился на концерт в Российскую Федерацию. Что произошло, как считаете? Ну, во-первых, скажем так, я сейчас нахожусь в славном городе-герое Херсон. И было бы неплохо, если бы артисты, как Джаред Лета, вот такого же плана, которые почему-то считают это просто проблемой, побывали здесь. Давайте так, день, вот просто сутки, просто пожить здесь немножко, я думаю, он бы просто переосмыслил все сказанное. Не факт, что осознал, не факт, что осознал, но точно бы переосмыслил. Это первое. Второе, относительно Джареда Лета, который переобулся. Понимаете, мне кажется, что проблема, проблема проблемы, извините за тавтологию, она где-то закопана гораздо глубже, чем просто переобувание. Ведь на самом-то деле изначально большинство артистов западной формации, да, звезд первой величины, голливудских артистов, они воспринимают и воспринимали, просто не вылазило это из них, вот не перло, нашу войну, как очередной межнациональный конфликт. И когда они приезжают, к сожалению, сюда с благотворительными миссиями, я уверен почему-то на 99,9%, что это где-то между Сирией, между Зимбабве, к сожалению, мы там стоим где-то вот рядом. Я ни в коем случае не хочу ни оскорбить нас, ни каким-то негативом палить сейчас запад, западных артистов. Большое им спасибо за то, что они делают и за то, как они привлекают внимание к нашей войне. Но, опять же, проблема фундаментальна в другом, проблема в восприятии и психологии. Психология человека, который находится где-то далеко и смотрит новости о нашей войне, она максимально засереджена украинским языком, она сконцентрирована максимально на человеческих моментах. Вот, допустим, давайте разберем, любые благотворительные организации мировые, которые привлекают звезд, они же не говорят о войне. Не только о нашей, о любой войне. Они говорят о проблемах детей, о проблемах женщин, о дискриминации, о гуманитарных катастрофах. И при этом это же все стигматизирует само понятие страдания. То есть страдают люди в такой ситуации, люди страдают с обеих сторон. Понимаете, куда я клоню? И в данной ситуации высказывание Джареда Лета вполне логично. Я даже сейчас скажу вещь, которая многим может не понравится, но он даже не осознает и, наверное, даже не виноват в том, что он произносит, потому что он это говорит искренне. Он не понимает, почему украинцы, я уверен, он не понимает, почему украинцы так возмутились этому, потому что он же голубь мира. Он хотел мира. Он хотел, чтобы все это закончилось, чтобы мы помирились с русскими. И полетели ландыши, лепестки, и розовые единороги поскакали. И так же думает не только он. Вот чем проблема. Просто немногие высказываются по этому поводу на такую широкую массу людей. Далее очень интересная история, что случилось это в Белграде, в столице Сербии. Мы политическую позицию руководства этой страны с вами прекрасно знаем. И тут уже стоит задуматься нашим спецслужбам и стоит задуматься нашим людям, которые занимаются идеологией и контрпропагандой. Насколько правильно выбрано место для того, чтобы известный голливудский актер, который ранее поддерживал Украину. Кстати говоря, в самом начале войны, если мне не изменяет память, после 2014 года это была ситуация. Сейчас не могу вспомнить, когда он через буквально неделю, или через несколько недель после концерта в Киеве, где он размахивал украинским флагом, в Москве размахивал российским. То есть эта история, она же случилась не несколько дней назад, она случилась гораздо раньше. Поэтому мне странно, почему только сейчас на это обратили внимание. Джарид Лето уже размахивал российским флагом после украинского. То есть в его жизни глобально ничего не поменялось. Изменилось очень многое в нашей жизни. И вот мы, мы, и с вами в частности, как медийщики, люди, которые работают не только на внутренний, но и на внешний рынок в данной ситуации, должны задуматься и сделать правильные выводы. Мы варимся в своем котле, у нас есть свои проблемы, нам с людьми нужно работать, которые по-прежнему воспринимают нашу войну как межнациональный конфликт, и думают, как бы уберечь детишек, матерей, и накормить нас, обогреть, и чтобы скорее голубь мира прилетел нас и помирил. Вот в чем, мне кажется, глобальная проблема, а не только в артисте Джарид Лето, который, кстати, 30 секунд до Марса, как сейчас шутят в интернете, да, 30 секунд, чтобы пойти на... Окей. А это может объясняться, ну, допустим, не знаю, рашим вот этим аффектом от выступления, когда человек в запале? Я сейчас пытаюсь не то чтобы оправдать, а найти рациональное зерно в этом. Вполне может быть, вполне может быть, опять же, да, согласен с вами, не стоит его оправдывать, но артисты, творческие люди, а вы знаете, один известный продюсер в диалоге со мной в неофициальном, когда-то в гримерке, сказал гениальную фразу, я, к сожалению, не могу там финальное слово произнести, но заменю его. Потому что артисты, они же как дети малые, только занимаются любовью, вот, то есть по факту, по факту артисты, они в своей психологии, и тут и нет различий, да, это наши артисты или голливудские артисты, они же очень зависимы от энергетики людей. И в какой-то момент, чтобы понравиться, чтобы высказать свое мнение по поводу того или иного вопроса, иногда просто не задумывается о том, что они говорят и как они говорят, уверен, вот, уверен, честно, что Джаред Лето был вполне искренен в своих словах, за что и получил звездюлей, соответственно, от проукраински настроенных фанатов, уже теперь, к сожалению, не фанатов. Тут, знаете, тут очень важно понимать, чтобы наша реакция на это была не просто каким-то хейтом у него в Инстаграме, кстати, закрыл, да, вы в курсе, он закрыл комментарии под этим постом, вот, и не знаю, удалил ли он этот пост, но комментарии под ним закрыл. Это говорит о том, что игра в молчанку в данной ситуации вообще совершенно работает в минус нам, а не Джареду Лето. Вот конкретно сейчас это работает в минус нам, потому что хейт, который мы выливаем, это наша внутренняя агрессия, наше внутреннее неприятие этой информации. А нам как раз нужно работать с, знаете, как людей выводят из секты психологи, а сразу нельзя заходить и говорить человеку о том, что, вы знаете, вы были в секте и вас использовали. С ним нужно соглашаться, нужно какие-то утверждения его поддерживать, и постепенно, ну, кстати, это из алкоголизма, из наркомании также выводят, потихонечку, потихонечку, потихонечку логичными какими-то аргументами человека выводить на то, чтобы он сам, сам понял, сам осознал и сам признал. Вот и нам кажется, что просто хейт, мне кажется в данной ситуации, что просто хейт, это не совсем правильная реакция. Тут нужно работать с какими-то аргументами, с фактами, с примерами из истории. Слушайте, о чем мы говорим? О чем мы говорим, коллега? До сих пор еще в мире, в мире не понимают, чем русские отличаются от украинцев. Я больше хочу сказать, даже некоторые украинцы до сих пор не понимают, чем они отличаются от русских. Вот, вот, вот где эта проблема, понимаете, находится. Тут не сжаридели эта проблема, тут проблема в Ани Лораках, понимаете, тут проблема в Таисиях Павалии, проблема вообще в огромном, в Лолитах, в огромном количестве украинских артистов, которые по-прежнему являются носителями живыми пропагандистских идей русского мира. На основе, на основе советских, скажем так, советских, на советском фундаменте это все строится. Ну, как-то так. Ну да, хотите информацию, и ее есть у меня предостаточно. Уверен, что украинцы с удовольствием поделятся и с Джаредом Лето, в том числе информация относительно того, как же на самом деле обстоят дела, и что между Россией и Украиной вовсе не проблема, а настоящая война, незаконно развязанная Российской Федерацией против нас. Денис, спасибо большое, спасибо за информацию, спасибо за оценку. Денис Путинцев, медиаэксперт, директор департамента по делам СМИ и связям с общественностью Херсонской городской военной администрации присоединялся к нашему эфиру. Спасибо.